Баттл Битл Спортс Проект Какие виды бывают лап Особенности работы Рассмотрим также Насколько эффективна эта работа И как она потом применяется В реальном бою Смотрим Друзья, мы разберемся с вами Как нужно держать лапы Тренера уже все опытные Которые они все держат по-своему В данном случае я предлагаю Всегда лапу открывать Спортсмену в реальной дистанции То есть И в реальном фокусе По-английски лапы Это по-нашему лапа А по-английски это фокус пэд То есть работа на точность В основном здесь приветствуется Соответственно я открываю лапу Около своего подбородка И открываю под положим Альфье на правой прямой Проверяю дистанцию Раз, оп, проверил дистанцию Левый так же Раз, проверил дистанцию А теперь даю задание Немножко посложнее Например Левый прямой Проверяю дистанцию Ты уходишь И возвращаешься с двойкой Раз Да, простейшая сейчас комбинация Еще раз Да А теперь я говорю После двойки еще добавляем Левый апперкот Вот в данном случае мы рассмотрели работу с проваливанием То есть с шагом назад Сейчас попробуем рассмотреть работу с уклоном Прямой уклон боковой Вот И сразу дистанцию Да Раз, два Так же с правой руки Раз, два Боковой только Раз, два Хорошо И теперь рассмотрим работу с нырками То есть то, что применяется в реальном бою Аперкот, нырок Боковой Еще разочек Раз, два И поехали Раз, два Прямой И так же боковой Потом Хорошо Раз, два Вот смотрите В данном случае Чтобы соперник чувствовал у меня Ну, в данном случае ученик Чувствовал Ну, как бы Акцент свой, да Для этого я делаю небольшой демпфер Накладочку Правый прямой Оп Видите То есть Работа идет около подбородка Оп Да, наложил Немножечко сделал накладку Соперник чувствует Чувствуешь свою удар? Да Левый так же Оп В данном случае я предлагаю Никогда Не делать Особенно тем, кто учится держать лапы Не расставлять лапы вот так Потому что У человека нет такого подбородка размера Да То есть Лапы всегда открываются Вот Максимально близко к собственному подбородку Правый боковой Оп Оп Аперкот Оп Аперкот боковой Хорошо Еще разочек Наоборот Чувствуешь свой удар? То есть Накладка была Да Вот Да Вот теперь рассмотрим виды лап В данном случае у нас Полужесткие лапы Предоставила компания Атака Серия Эксперт Что у них хорошего? Это очень хорошая амортизация для держащего То есть Внутри шарик И как бы сильно Соперник не пробивал вам Да То есть Мне достаточно их комфортно держать Четыре прямых И добавляем боковую Хорошо Вот Значит В данном случае Мы рассмотрели Работу на лапах Да И компания Атака Также нам предоставила Перчатки Флама Всем спасибо за внимание Кто смотрел нас Сегодня мы в принципе Показали не сложные комбинации Да Вот Основная задача была Рассказать вам про Лапы Как держать Особенности работы Если у вас возникли Какие-нибудь вопросы Подписывайтесь на канал BattleBetle И Задавайте там вопросы Пишите свои комментарии Ставьте лайки Всем пока